Абсолютно, Владимир Ильич, правильно понимаете. И, конечно, мне бы тоже хотелось, чтобы граждане, которые пойдут к избирательным урнам, и которые будут на встречах присутствовать и так далее, ну, вот понимаете, я несколько минут. В свое время, когда были выборы у Госдумы, вы поезжали, тоже нас приглашали, мы на встречах с кандидатами встречались, и когда, допустим, встает депутат, не буду называть сейчас фамилию, и говорит, вот, Единая Россия, мы построили стадион. И мне, он там с трибуны, а я сидел в зале. И сзади, ну, избиратели же сидят, но они сидят, говорят совершенно другое. Потом встает женщина-педагог, мне понравилось, весь зал хлопал овацию, она и задает вопрос. Скажите, пожалуйста, за какие деньги Единая Россия построила этот стадион? Вы дали свои партийные деньги, свои личные поснимали. Вы же его построили за счет того, что вы там проголосовали, и из бюджета края вы туда решили. Конечно, конечно. Нонсенс, народ должен понять, и вот такие учителя, которые вот выступила женщина, их становится в последнее время все больше. Потому что мы говорим, это Единая Россия, это Единая... Да не Единая Россия это построила. Это построили вы, я, дядя Вася, сантехник, дядя Миша, асфальтоукладчик, к примеру, которые работают, отчисляют свои налоги, предприятия формируют бюджет, и все это строится за счет бюджета. Вот задача. Да, партия власти, она пишет программы, она формирует правительство, есть большие задачи. А все вот это, это все пустой звон. Это неправильно, я считаю. То есть я, если правильно вас понимаю, что монополия власти, которая сегодня сформировалась в нашей стране, она только вредит процессу поступательному движению вперед. Нужно все-таки разнообразие мнений, разнообразие идей, диспуты, споры, дискуссии, только не политического, будем говорить, такого словесного плана, а именно конкретного, делового плана, тогда будет толк. Конечно, приведу маленький пример. Вот фирма «Сибиряк» Егоров, Владимир Владимирович, обратился в свое время, Петр Иванович, вот надо помоги. Он за свои деньги отстроил им в Ройевом ручье на 300 с лишним миллионов за счет фирмы, его же никто не заставлял. К нему просто обратились, и он изъявил добрую волю. Я считаю, вот если даже он пойдет в депутаты и будет что-то делать, этот человек сделал душой, мыслями и своими деньгами, понимаете? То есть он заработанные деньги тратил, конечно, а не просто деньги... Ведь ему, по большому счету, этот зоопарк Ройев ручье, он ему не нужен. Он может сесть, ездить в любую точку света, он состоятельный человек. Но ведь и не жалко денег. Вот я помню, когда Петр Иванович нас спросил купить жирафов. Мы же собрались, дали деньги. И не жалко. Ну, мне жалко жирафов. Нет, это второй вопрос. Нет, это нормально, но, вы же понимаете, везде работают люди, все охватить невозможно. Поэтому и на них говорить, что вот они там, ну, везде есть человеческий фактор. Но, понимаете, отдав там по миллиону то, что мы на этих жирафов, действительно, там не бюджет, а компании давали. Ведь, вы понимаете, в том же взять колхозе, в совхозе, в деревне, которые уже разрушились, они не в состоянии съездить в ту же Африку и посмотреть этого жирафа. А здесь люди посмотрят, увидят, ну, дети же растут. Мы же ведь с вами уйдем, кто-то же должен заменить. Поэтому не жалко на такие вещи, когда все делаешь. Власть за это говорит спасибо. Но когда ты к ней приходишь и говоришь, вот, вы там создали проблемы, не надо нарушать закон, сделайте по закону. Иначе вам не за мной же люди, их же кормить надо. А это ваши риски. И мы начинаем конфронтацию. Зачем? Это непонятно. Конечно. Я хотя бы не хотел бы больше продолжать разговор на эту политическую тему. Я хотел бы только единственное выразить надежду и понимание того, что, ну, внимательный телезритель, понимаете, телезритель – потенциальный избиратель, который 8 сентября придет к избирателям мурнам. И я надеюсь, что придет, понимаете, все-таки, несмотря на лето, на 8 сентября, на день такой, как видите, мутный, он уже в своем определении, он уже неизбирательный день, будем так говорить, понимаете. Это тоже, это тоже пусть люди задумаются, ну, задумаются над тем, что их снова пытаются обмануть, да, но у них должно быть чувство достоинства, гордости. Они обманут нас. А мы придем, вопреки тому, что вот вы назначили на такой день, а мы все равно придем, чтобы они думали, за кого голосуют, соображали. И прежде чем ставить какую-то галочку, крестик или прикладывать палец к тому месту, где за кого надо голосовать. Минуту еще. Да, ради Бога. Мне бы хотелось, конечно, понять, понимаете, столько лет мы работали и привыкли, что за нас все время думали. Сейчас вот эти 20 с лишним лет свободы, которые никто нигде, кто куда хочет и так далее. Сегодня обращение, что вот вроде все как бы дают понять, что народ все во всем, но на самом-то деле это все не так. И сегодня, удовлетворив какую-то жалобу, какое-то высказывание народа, не изучив эту проблему, но закрыв, чтобы они не возмущались, завтра мы получаем проблему еще больше. Все равно должен быть руководитель, который должен принять на себя решение. Угодить 100% всем невозможно. Но когда ты делаешь, доводишь до ума, люди это потом все равно оценивают. Я приведу абсолютно маленький примерчик. Вот наш район ботанический. Зелени у нас ни в одном районе города и нигде этого просто нет. Ну, она сложилась так немножко исторически. Нет, нет, это все создано руками рабочих, руками жителей. Но это надо только приехать посмотреть. Естественно, машин много. Со стоянками сразу и финансы, экономика и так далее. Но сейчас это все как бы уже устраняется, скоро закончится. Многие, не имея той культуры, которая должна быть, они уже как, вот купили свою квартиру, там вы хозяева. А дальше мы можем выкинуть, как будто кто-то должен прийти, глава города должен прийти и подобрать. Это неправильно. Ну, любую страну мира возьмите, понятно, да? Люди ставят на газоны. Нам потребовалось полтора года пресечь всю эту ситуацию. Я лично ходил в ГАИ, мы искали всякие запятые, как можно. Воспитать культуру этого человеческую, конечно. Через полтора года у нас сегодня есть, ну, скажем, там, дружина в микрорайоне, там пенсионеры ходят. Увидели на этот на газон, сфотографировали актик, составили письмо, пишем, и штрафовать стали до пяти тысяч. То есть, первый раз там было сто рублей, потом триста рублей, пятьсот, а потом полторы тысячи сразу. Нашли момент, где сразу можно полторы штрафовать. Подействовало. Никто сейчас не ставит на газоны. И газоны чистые, и сами люди довольны, ребятишки бегают, и они-то дышат. Ну, вы молодец. Я понимаю, вы не только строительство, но вы еще, по сути дела, взялись на себя воспитательские функции. Так получается. Вы еще и воспитываете тот континент людей, которые живут в этом микрорайоне, который вы возбудите. Ну, оно как бы... Параллельно, да, где-то идёт? Да, идёт параллельно. Хорошо. Вот вы коснулись проблемы озеленения в городе. Я очень хотел бы, чтобы вы высказали своё мнение, своё понимание тому, что происходит. Вот взяли, мы сейчас громко кричим на каждом углу, пишем по радио, по телевидению, там, в газетах, везде. Вот миллион деревьев. Понимаете, вот садим 150, там, 230 деревьев. А дай бог, чтобы выросли и привилось 20-30. А смысл-то какой? Я не понимаю. Надо ведь какую-то рекультивацию проводить в тех районах, вот в тех особенно районах, вот в Советском районе, там, где алюминиевывают и так далее. Там же, по-моему, на мой взгляд, там вообще никогда ещё растений не будет, если рекультивацию не привезти. Ну, вы здесь, как всегда, правы. Я хочу сказать, потому что Советский район, он сам по себе природно сложился, тяжёлые там условия. Экологические. Экологические, да, сами по себе. Ну, во-первых, там аэропорт в своё время нанёс. Конечно, там же самолёты садились, один за одним и поднимались. Да, там и диоксин, и прочие вещи существуют, которые не дают расти деревьям. И то, те кустики, которые там растут, ну, это сложно. В своё время, ну, скажем так, наша компания, мы первыми начали садить крупномерные деревья, это ещё был 2000 год. Что значит крупномерные? Это уже взрослые деревья, да? И первые начали завозить в город, садить сосны. Уже потом, вот, на каче, после того, когда у нас сосны прирослись, и начали там садить. Я вот уже обратил внимание, извините, что я распределил, вот и пихта, и сосны, они вот растут, вот, на возле дорог. На них этот углекислотай, газ не действует-то никак. Нет, действует. Они болеют, особенно, ну, года три не болеют, только потом начинают набирать силу. Они видоизменяются маленько, но всё равно растут. Вот ещё раз, бульвар ботанический проедет, посмотрите, сосны уже по 7-8 метров выросли, во-первых, создают красоту, дают кислород, ну, и прочее. То есть, вы относитесь к этой проблеме достаточно осторожно, да? То есть, вы считаете, что озеленять город нужно, но нужно подходить очень, будем говорить так, ну, очень принципиально, но расчётливо подходить. Не просто так скандальчика это всё делать. Я считаю, когда мы начнём исполнять закон и строить, согласно генерального плана, где пробиты все транспортные артерии, магистрали, и проектировщики, когда это проектировали, они заложили те виды деревьев, кустарников, которые адаптированы ко всем этим вредным нагрузкам, у нас всё будет и расти, и главное, чтобы было большое желание их сохранить и вырастить, а не так, как вот опять я приведу пример на нашей компании, могут как бы неправильно понять, но... А на ком вы хотите приводить пример? На другом? Это неправильно будет. В своё время мы построили бульвар ботанический. Это 900 метров бульвара, значит, стоимость его 67 миллионов. Мы его безвозмездно передали в бюджет города, на баланс города. Мы его содержали 5 лет. Люди ходили, радовались, отдыхали. Как только мы его передали, сначала одна компания его обслуживала, потом другая компания обслуживала. Вот на сегодняшний день у нас во дворах и при лежащих газонах, чтобы обслуживать наша компания, мы уже скосили в третий раз газоны. А там только начали косить, когда трава подошла почти в пояс. Естественно, как только начинает расти трава, все проходящие бросают мусор, и это превращается в помойку. И ещё одной проблемой, я хотел бы заострить ваше внимание, это вот создание, будем говорить, наших детских садов, школ и так далее. Вот ставим мы эту принципиальную задачу. А вы знаете, вот у меня в душе, я вам хочу сказать, у меня в душе какое-то сомнение. Я выскажу это сомнение, а вы его развеете или согласитесь со мной. Вы знаете, вот мы не учитываем демографическую ситуацию. Сейчас произошёл взрыв рождаемости. А ведь нас предупреждают, что взрыв рождаемости, он ограничен. Что мы наступим в область, когда рождаемость уменьшится намного. Не кажется ли вам, что мы укнем сейчас снова десятки детских садов, если там школы и так далее, а ходить туда будет некому. И мы снова будем стоять перед дилеммой, куда их девать, сдавать в аренду или что делать. Вот как вы вообще смотрите на эту проблему? Что-то как тут, мне кажется, немножко опять бездумно, без перспективного мысли. Согласитесь, я могу любую вам о хиней спросить, вы можете соглашаться, не соглашаться. Я ваш вопрос услышал. Вопрос тоже сложный сам по себе. Ну, поскольку слушаешь центральное телевидение, когда выступают ведущие специалисты в этой области, да, сейчас взрыв рождаемости, но вместе с тем население наше убывает, и нам говорят, что к 50-му году нас останется одни копейки. Поэтому для того, чтобы вот сегодняшнее единоминутное желание закрыть вопрос с детскими садами и выброс денег под эти... Хотя денег не дают, там сейчас у нас совершенно другие проблемы в этом. Оно может быть и нужно, но в первую очередь надо поставить, обеспечить людям среду проживания и условия проживания. Комфорт, говоря. Комфорт и, естественно, источники. А это мы вот всем говорим, у нас растет ВВП, у нас растет ВВП. Давайте возьмем Красноярский край. Назовите мне сегодня хоть один завод, который... Ну, не будем брать алюминиевые, потому что это исторически. Химкомбината нет, красмарша нет, шелководована нет, хмзи нет, шелена нет. И да, бесконечно, сиболиктаростали нет и так далее. Все, нету. С чего растет? Та торговля, она никогда не была... Конечно. Все остальное мы сами себе просто строим розовые замки, которые лопнут. Для того, чтобы вот то, что мы сегодня строим садиками, мы должны сделать шаг вперед, все-таки заложить, чтобы наши дети рожали и не одного, а двух и трех, так как, ну, скажем, наши родители. Вот и все. Хорошо, Юрий Васильевич, у нас, конечно, интервью не бесконечное по времени. И ко всему, говорят, приходит конец, приходит... И мы приходим тоже к завершению вот своей беседы с вами. Но я еще раз бы вот хотел вернуть ваше внимание вот предстоящим выборам Красноярский городской совет. Мы уже несколько подняли проблем. То, чем, по сути дела, вы говорили, вы считаете, что именно этими проблемами и должен заниматься Красноярский городской совет. Если туда придут действительно профессионалы, люди, знающие свое дело, а не просто политики, болтуны просто, которые готовы рассуждать на любую тему. Спасило ли это вот этому органу власти, законодательной власти? Если туда придут именно профессионалы, производственники по силам... Спасибо вам большое. Успехов вашему закрытым акционерному обществу «Союз», строительной организации, которая, как вы сказали, ходит в одну из десяток строительного комплекса Красноярского края. Вот успеха всему тому, что вы делаете. Успехов вам всего доброго. Я благодарю за внимание наших телезрителей. Надеюсь, что время, проведенное сейчас вместе с вами, осталось для вас небезразличным. Всего вам доброго. Берегите себя и до встречи в эфире. Телеканал «Центр». Красноярск.